сегодня нас 31 августа 2015 года вот у нас брат никита урок мужества все не проходит голыми руками рвет крапиву свежую жгучую которая наросла ну еще сорви да вот это свежая как раз нет ты тут тоже оставь что-то она же тоже свежие бери-бери как не хочет все имеем это у нас детский православный лагерь стан у нас тут заросло крапивой карпио на хорошей земле растет всегда бурно притом растет сегодня сейчас у нас уже вечер 8 час попробуй так так и так проведи в панели рукой положил сюда посол а это папа все рукой так по всей погребой поджимай правильной рукой держи по умной зажимай зажимай рукой дальше выше выше теперь протирай назад какое ощущение ох острое острое ничего не будет ты знаешь что у тебя ничего не нарушится ни кости не сломается ничего вот андрей дробот здесь был он все время рвал руками голыми руками любую крапиву у меня повышенная раздражительность когда врачи испытывает у вас по спине такая вот палочка у них они вот так вот полоски там делать на спине она сделает его врачи а что это у вас такое она понимаешь вот так вот прямо вспыхнет врачи собираются и смотрят она проводит как огонь загорается а что такое не знаю это у меня такая повышенная супер раздражимость кожи не манее его это и мне надо побеждать это все а зачем ты это делаешь круче поступало и и однажды я считал журнале вокруг света какой-то зарубежный был автор он написал в одном доме жил бухгалтер мужчина там лет 30 и у него был товарищ с ним вместе и утром он звонит полицию и говорит у нас очень несчастье было полиция приехала у меня товарищи на форматаже отдыхал пришел вот они зашли он изгрубленный как общая весь изгрубленный долго исследовали и дело закрыли висяк называется никак ну вот поступил прокуратура молодой человек и на это дело ему сказали посмотреть опытный такой то есть хватки он посмотрел и высчитал все там что товарищ какой был того допросили спокойный очень выдержанный ни с кем не знается редко редко кто у него бывает и такой прям меланхолик совсем вот такой вот примерно ну этого следователя молодого возникло подозрение что убил именно он все подтвердили что отношения у них были очень хорошие друзья были у него друзей вообще не было тут стал другом а он этот следователь когда просчитал все это и сказал дело берусь задел за дело но нужно доказать у меня есть подозрение что убил именно он а во втором на втором этаже там окно было открыто и как будто по окну кто-то залез там и убил и прочее такое то он устроился бухгалтером приняли работает она же его что-то там где-то он что-то не так сделал но стали где-то он стал стал и так резко защитил его и он к нему расположился и пригласил его к себе приходи на ужин по себе да не очень ну приходи ну не каждый день бывает такое-то он специально упирался чтобы он именно он пригласила подозрения не было ну и поговорили он говорит а я говорит а пунш делаю свой пунш там мешают там коктейли разные этому по нашему сказать там что ром у них есть портвейн особенный рецепт никто не знает и он как пошел долго что-то там стучал с клянками гремел он нас понял что наступил момент и вот он ему принес и наливает телефон так и что зачем я нужно целый день не дает спокойно жить говори аля говори ну сидим за столом в лагере буду минут через 15 20 там 20 там пусть отошел батюшка меня ищет и он наливает ему этот пунш и он выпил зажмурил глаза проглотил покачал головой потом улыбнулся раскрыл глаза на него смотрит а он весь прямо сидит и он гайта тогда и говорит следователь ты который бухгалтером прикинулся никогда не думал что на земле есть такой напиток посмотрел бы я на того кто не согласен с этим как у него вспыхнули глаза и он понял все у них что-то было видимо он налил пунша а то ему хотел сказать такое гадость я сроду никогда не пил там ничего нету просто обжигает язык хреновина какая-то нахрен у нас я настоянная но он сказал так ему что он сразу обмяк хотел бы посмотреть на того кто не согласен с этим и видимо тогда было такое же и он пробрался ночью к ему туда и в лапшу изрубил его ну и дальше начался допрос и все раскрылся раскололся и вот когда вот такие вот бывают рядом типы людей спокойно вроде что-то нужно нащупать где у него больное место у него больное место может быть вот так вот за день только его сразу вспыхнет он он не бит и никогда почему не не бит я не конкретно о ком-то говорю вообще я очень близко был знаком со следователями близко очень мне давали дела уголовные было по 4 дела много дел я выбирал и в тюрьме я работал как проповедник выбирал трудные дела по убийству в основном и с ними работал с этим как следователь у меня прокурор края был близкий человек его вызывали я оставался один я мог у него что-то взять но подписки никакой не было ни от одного я письма не вынес я работал по делу миша никитина его пистолетом был убит солдат там один одному он дал горбунова тот солдат приехал в отпуске был в армии не вернулся и его заманули купить магнитофон и там его застрелили из его пистолета но я с ними работал там доводинка кажется один был их было четверо что-то трое до суда до суда до суда вышли я доказал что они невиновны а как интересно помпрок заместитель судей краевого судей горит вы больше нашего уже знаете проходит как-то говорит больше нашего закона знаете все я люблю это дело я люблю и молюсь и вот бывает иногда встречаются люди которые вызывают подозрения где-то я начинаю расспрашивать у меня свой подход когда он был крещен как какая была исповедь все ли ты раскрыл на исповеди особенно поражает разум полностью отнимает рассудок у человека грех не раскаянный перед крещением человек делается бешеным сумасшедший может быть убийца ему его задеть нельзя он вспыхнет и он не понимает ничего не он он делает он делает начать его демон делает это а какой грех не исповедан как правило грех блуда блуда и блуду блуда тоже есть разнощение ступени есть блуд есть прелюбодеяние прелюбодеяние это измена в семейной жизни когда брак бы есть есть блудники мужеложники насилуют мужей или как сейчас говорят геи и есть мало ки тот который маму исполняет роль которую подставляет мало киев называется апостол павел послание кривина перечисляет в логике мужеложники и мало киев кто замешан на этом деле и не раскаялся где-то дело естественно тут сатана тогда наворачивается у него все тайна везде где он молчит где а внутри там все кипит не узнали ли он до смерти будет бегать не находя покоя нигде избегая одного места другое боясь чтобы как его не раскрыли вот краткое содержание они очень боязливые эти люди очень боятся боли где-то пытается хитрить и прикидывается что не такой как есть и вот такое дело я в общих чертах обрисовываю картину и поэтому стараюсь быть осторожным поэтому бояться не надо это очень подозрительно когда бояться там где-то стукнет что-то бояться не надо я себя готовил быть террористом и поэтому всячески резал себя спал там где-то стоя на поленьях там или где-то вспоминаю всегда вам рассказываю у петра первого было обнаружен человек руководитель группы против царя вот там пытки дыба поднимают пытаются ли доклады как дело идет кто рассказал приходит и говорит необыкновенный человек пытаем говорит и причину выжгли вода но под ногти иголки загоняли загоняли даже и говорит брови не дрогнет да вы что старт пришел при мне пытайте начали все также так кто ты такой почему на боль не реагируешь он говорит смешная ваша боль мы на тренировках ради такую больше создаем друг другу чтобы никогда никого не выдать это детская игра что вы делаете царь понял человек необыкновенный это и майор его был переходи ко мне полковника завтра даю дворянство и все остальное у меня будешь работать под разведки я по-своему говорю уже там кгб или в гуру там где-то вот такие люди нужны у меня бывает дети иногда боятся наказания крапивой боятся я зачем наказывать он боится ему наказание то он же наказан он боится и он выходит и сознание боишься боюсь а я тогда беру крапива то жгучая крапива зубами рву и жую и плюю а у меня губы сразу волдырями покрывается ребятишки хохочет а ты боишься кандио нету это какой же не боюсь не боюсь а сам плачет пошли я положу крапиву вот так а за что заматерился повреди губами вот так он правил ну ничего ничего нет если я тебе проведу где-то там не будешь плакать я теперь беги скорее мой ты видел какое наказание ребятишки и не холодной водой помощи не так будет ты понял ты понял ты понял ты понял понял я говорю это как не конкретно для какого-то человека для всех все ребятки из-за стола выходим братья мои любезные я ухожу завтра им расскажу утром еще очень интересно одно житие петра и феврония покажу насколько оно надуманное и никакой святости там нету никакой малюсенькой даже нету боже слава тебе хвала тебе наш милосердный создатель за великие неизвеченные милости твои явленные нам и в этот день таком тяжелом труде ты даровал нам здравие и безопасность хотя жизнь мою подверг опасности по неосторожности слава тебе благослови завтра приехать всех кто желает нам помочь и следующие дни проложи их путь к нам пособи совершить это дело слава тебе отец сын и святой дух аминь спаси христос ровно 7 часов вечера отбазарились отбоярились вовремя аминь